На прямую связь со студией столичной синагоги, где также прошла служба в памяти о героях, погибших в Отечественной войне, выходит корреспондент Фуат Байрамов. Фуат, здравствуй, тебе слово. Здравствуйте, мы находимся в синагоге. Сегодня здесь прошла минута молчания, а также поминальная церемония в связи с 2783 азербайджанских военнослужащих, которые скончались, освобождая азербайджанские территории от армянских оккупантов. О важности сегодняшнего дня для еврейской общины мы поговорим с председателем бакинско-религиозной общины европейских и евреев Александром Шаровским. Александр Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сказать слово «важно» это значит ничего не сказать. Это наша жизнь, жизнь всего азербайджанского народа, частью которого являются и евреи, живущие в Азербайджане, и мы, и евреи-ашкеназы. Мы находимся в синагоге ашкеназских евреев, естественно, являемся частью всего азербайджанского народа, и мы сегодня кланяемся памяти тех ребят, тех сыновей азербайджана, которые отдали свои жизни и стали героями навеки во имя своей Родины. Мы кланяемся сегодня нашему верховному главнокомандующему, нашему президенту, великому президенту, который повел прекрасную армию, оснащенную армию, сильную армию в бой и выиграл этот бой от начала до конца, до капитуляции. И поэтому мы называем эту войну отечественной войной. И сегодня во всех храмах нашей страны, и в мечетях, и в церквях, и в синагогах проходят поминальные молитвы. И я считаю, что это крайне важно. Это на небесах нас услышат. Нас услышат светлые души тех мальчиков, которые брали голыми руками шушу. Тех ребят, которые стояли в очереди военкоматы и умоляли взять их на фронт и отдать свои святые жизни. Сегодня говорить и легко, и трудно, потому что переполняют эмоции. 44 дня, которые потрясли весь мир, остались позади. И эти исторические дни мы никогда не забудем. Мы никогда не забудем, как наш президент и наш первый вице-президент Мегрибан Ханум, который мы все называем ангелом-хранителем нашей страны, и она возносила молитвы за наших солдат во время каждой битвы, как они молились в Агдамской мечети. Я от имени моих друзей, и евреев, и неевреев, от имени моих земляков хочу сегодня в этот торжественный, печальный день поклониться памяти наших героев. И я убежден, что их имена навечно останутся в истории Азербайджана. Спасибо вам большое, Александр Яковлевич. Я хотел бы отметить, что Азербайджан известна всему миру, как мультикультуральная страна, и добровольцами на Отечественную войну пошло большое количество представителей разных как национальностей, так и вероисповедований. Студия. Спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией из Бакинской синагоги был корреспондент Сибиси Фуат Байрамов.